Баскетболисты готовы к вылету Баскетболисты готовы к вылету Завершился регулярный чемпионат Единой Лиги ВТБ Коммерсант от 28 апреля 2019 года 19-12 в воскресенье завершился получившийся весьма интригующим регулярный чемпионат Единой Лиги ВТБ Достаточно сказать, что традиционный ее лидер ЦСКА впервые за долгое время утратил контроль над ситуацией И остался на первом месте только благодаря нелепой осечке Уникса Фактически подарившего армейцам первенство Впрочем, у казанцев еще может быть шанс все поправить Для этого нужно добраться до финала И там еще три раза, два уже случились в регулярке Доказать свое превосходство перед ЦСКА Правда, по пути к битве с армейцами Униксу предстоит справиться с химками Которые к концу сложного, скомканного из-за постоянных травм лидеров сезона Набрали солидный ход и представляются очень опасным соперником Завершившийся в воскресенье регулярный чемпионат Единой Лиги ВТБ оставил непривычное, в общем-то, впечатление Да, формально все как и прежде ЦСКА первый, а остальные как-то расположились на местах пониже Но если вспомнить, как развивались события по ходу первенства Окажется, что лидерство армейцев отнюдь не выглядит настолько же бесспорным, как обычно Начать с того, что ЦСКА за сезон потерпел четыре поражения Это много В последний раз с красно-синим грандом такое и случалось в сезоне 2014-15 Но важнее даже не количество проигранных матчей, без которых даже самые сильные команды не могут пройти длинный турнир А то, что ЦСКА не был хозяином собственной судьбы Ведь армейцы дважды уступили униксу и именно казанца вплоть до середины апреля удерживали нетерегулярки в своих руках При этом ЦСКА, сыгравший все свои матчи досрочно, чтобы освободить время на подготовку к играм Плей-офф Евролинги, уже никак не мог повлиять на ситуацию Но первое место все равно вернулось к ЦСКА В первом раунде Плей-офф Армейцы играют с Нижним Новгородом Все благодаря сенсационному поражению уникса от Пармы Что это было, ни наставник казанцев Димитрис Прифтиз, ни игроки уникса толком объяснить так и не сумели Но так или иначе, это был болезненный момент Уже второй по ходу сезона, первую осечку уникс допустил, когда оступился в полуфинале Кубка Европы Так что можно не сомневаться в том, что казанцы сделают все, чтобы все-таки выжать максимум возможного из своей, в целом, очень и очень неплохой игры по ходу сезона Другое дело, что, лишившись первого места в регулярке, уникс автоматически принял, ради спасения сезона, обязательство в полуфинале справиться с химками В матчах с которыми помимо места в финале будет на кону еще и путевка в Евролигу Да, для начала и казанцам, и химчанам нужно пройти первый раунд, в котором им будут противостоять и эстонский Калиф и казахстанская Астана соответственно Не часто в плей-офф лиги проходят сразу по два нероссийских клуба, но в этих сериях у лидеров, скорее всего, проблем не возникнет Так что встреча уникса и химок представляется неизбежной Сами химки провели регулярку совсем не так мощно, как хотели бы, и как предполагали специалисты, оценивавшие подготовку команды к первенству в межсезонье Да, спадов не избежал никто, и борьба за места в первой тройке и в плей-офф шла практически до последнего, а окончательно пары плей-офф определились только в последнем туре Зенит благодаря победе на Дастане обеспечил себе пятое место и теперь поспорит за путевку в полуфинал с четвертой командой регулярки локомотивом Кубанью Победитель этого противостояния удостоится удовольствия сыграть с ЦСКА Но проблемы, с которыми сталкивались химки, все равно выглядят более заметными Тут и травма Алексея Шведа, пропустившего несколько месяцев, и потеря из-за повреждения Энтони Гила, досрочно завершившего сезон И регулярные проблемы со здоровьем у Джордана Микки, на которого делалась заметная ставка при его подписании прошлым летом Тут, наконец, и увольнение с поста главного тренера Аргоса Барцакаса, после которого вернувшемуся к управлению команда Римасу Куртинайтису пришлось по ходу сезона, что называется, все переделывать Насколько это у него получилось, пока судить трудно Да, в Евролиге ситуацию, очень сложную на момент назначения Куртинайтиса, выправить не удалось А вот в Единой Лиге ВТБ у химок положение куда прочнее Команда досрочно обеспечила себе место не ниже третьего, в полной мере воспользовавшись тем, что на прежнее или, как минимум, близкий к нему уровень вышел Швед Примечательно, что лидер сборной России, который в нынешней регулярке провел всего 15 матчей, стал лучшим снайпером по среднему количеству набираемых очков 23. Кроме того, он упрочил лидерство по общему числу набранных очков за все время выступлений в лиге На счету Шведа сейчас 2469 очков в 135 играх Для сравнения, идущий на втором месте защитник локомотива Виталий Фридзон набрал 2389 очков в 248 играх И в таком состоянии Швед представляет угрозу для любой команды Арнольд Кабанов Арнольд Кабанов